Удни питомниковода, они каждый день одинаковые. Нам надо пахать, 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 пахать. Сегодня воскресенье, у нас работают две единицы техники, почти есть коллектив на работе. Мы, Паш, сейчас готовим площадку под строительство, делаем горизонтали, выходим в строительную ноль. И еще с МТЗ там занимаемся, технику тестируем. Первый год для питомника самый сложный. А точнее самый сложный для его создателей. В этот год огромный объем работы необходимо сделать. И вот самый сложный вид работы, на мой взгляд, то, что мне очень не нравится делать, это земляные работы. Это строительство дорог, планировка территории, выравнивание полей, это копка прудов, котлованов и так далее. Сегодня расскажу, как я готовлю площадку под строительство теплицы. С чего я начинаю и как это дело идет. В общем, у нас есть какой-то естественный рельеф, который не всегда соответствует тому, что нам необходимо. Есть там низины. Мы делаем либо это по съемку, уже у нас есть на руках, либо мы делаем исполнительную съемку прямо на месте. Мы определили площадь, откуда, докуда у нас будет строение. Ну, допустим, сейчас говорим для удобства расчета про тысячу квадратных метров. Определили длину и ширину участка. Соответственно, вот такой вот рельеф. На рельефе отметили понижение, где минус у нас, где у нас есть плюс. Плюс все эти точки мы отметили. Определили толщину плодородного слоя, это почвенный растительный слой. И определили объем, сколько у нас вот этого растительного плодородного слоя. Далее, что я делаю? Я прекрасно понимаю, что мое строение должно находиться на самой верхней отметке для того, чтобы вода естественным образом стекала и уходила по грунту, допустим, в поля, в какую-то канаву и еще куда-нибудь. Поэтому я планирую, что объект строительства будет выше, чем основной грунт, допустим, там на 20 сантиметров. Ну, к примеру, я для себя отметил, что я хочу прийти вот к этой красной линии. Когда я срезаю плодородный грунт, я его срезал, определил, допустим, здесь 30 сантиметров убираю, соответственно, я его уже переношу в поля. В полях я его засыпаю в линзы, в ямы. Либо, если в полях некуда засыпать, я складирую, и он у меня остается как резервный запас на будущие работы, связанный с панировкой полей. После этого я определяю, что нам необходимо где-то досыпать, вот зеленым цветом покажу, здесь мы досыпаем до нашей отметки, которую мы хотим получить. То есть мы уже досыпаем вместе с тем слоем, который мы уже отсюда срезали плодородный. Этот объем мы будем досыпать. И вот здесь вот один краешек, да, мы вот здесь вот срезаем. Срезаем этот объем. Соответственно, срезанный объем мы перемещаем в ближайшую яму, в ближайшее понижение. Здесь заполняем какую-то часть, и у нас остается вот эта вот пустота, которую необходимо заполнить. Приветствую вас, участники зеленого рынка. Мы приглашаем вас к участию в Конгрессе питомниководов России, который пройдет 4-5 декабря в городе Сочи, в нашу мастерскую. В Сочи я расскажу, на что обращать внимание, и как решать возникающие вопросы при проектировании и строительстве питомника. Это самые азы питомниководства. При выращивании растений мы часто встречаемся с проблемами болезни и вредителей. Какую агротехнику стоит применять, чтобы наши растения росли, а не болели, об этом мы будем говорить в нашей мастерской. И, конечно же, поделимся информацией, за счет чего бизнес становится успешным, что необходимо делать, чтобы бизнес приносил доход. Это будет 3 часа насыщенных очень полезной информацией и общением. Поэтому регистрируйтесь для участия в Конгрессе в нашу мастерскую. Мастерскую Павла и Натальи Никулиных. Ждем вас. До встречи на нашем мастер-классе в Сочи. Как правило, грунта в моей практике всегда не хватало. Поэтому мы параллельно начинаем разрабатывать пруд, начинаем копать пруд. И оттуда уже, там тоже срезали плодородный грунт, и уже везем сюда либо суглинок, либо глину. И вот эту вот часть начинаем засыпать слоями. Примерно делаем слой 30-50 сантиметров, и каждый слой мы затрамбовываем катком, чтобы он уже далее не проседал. и делаем столько этапов, сколько у нас необходимо, в зависимости от вот этой высоты. Соответственно, параллельно с этим мы постоянно контролируем высоты, чтобы у нас вот это заполнение было равномерным, и горизонталь практически сразу выводим. Стараемся сделать ровно. Для чего это необходимо? Для того, чтобы последний слой, там 10-15 сантиметров, отсыпать песком, чтобы всю нехорошую почвенную массу мы положили вниз, затрамбовали, а вверху оставили место и уже отсыпали песком, и грейдером аккуратненько вывели в горизонтальную ноль, чтобы здесь была четкая ровная площадка. Как контролируется? Обычно на площади мы ставим колья через какое-то промежуток, через какое-то расстояние, на колышке вяжем ленточку. Ленточка – это будет уровень, та отметка, которую мы хотим получить. И то есть, когда люди работают, когда техника работает, они засыпают, соответственно, под эту ленточку. Это как ориентир, это для грубой планировки. А когда уже делаем чистовую, то мы чуть-чуть добавляем сверху, допустим, песок уже идет, вот этот слой, и тогда уже грейдер этот песок ровняет. Песок легко ровняется, и уже выводим чистовую, то есть горизонтальную, горизонтальную ноль. Сейчас есть такие системы, как 3D-нивелир. На грейдере может быть установлен 3D-нивелир. Тогда, получается, геодезист пришел, снял отметки, посчитал объем, посчитал все эти точки, загрузил в программу в грейдер, грейдер просто по отметкам катается, и уже практически идеально получается. Площадка будет просто суперская. В любой угол, который вы зададите, в любую, там, горизонталь, вертикаль, там, ничего, не важно, что, уклон какой-то, грейдер это сделает с точностью, там, практически до миллиметра. И после этого площадка, получается, соответствует тем требованиям, которые мы заявляем к ней. То есть вот таким вот образом я делаю площадку по строительству. Старый советский культиватор, ему в обед сегодня было 40 лет, замечательный металл, просто вот я в восторге. Весь ржавый, но качество и свойства металла, по-моему, вообще никак не изменились. Четко все срабатывает, и рама замечательно себя ведет, и лапки, все, 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 все четко работает. Стой, тоже супер все. Там, конечно, были сломаны, сейчас они вылезли, но, тем не менее, они, все остальные, все работает. Вот что значит качество на века. У нас есть, получается, площадка, которую мы должны выровнять, то есть сделать здесь горизонтальную поверхность. А как мы делаем? Ну вот, конечно, все по-разному делают строители, но вот с последней бригадой, с которой я работал, они попросили сделать через каждые 25 метров, во-первых, обозначить пикеты, поставить на углах, чтобы их было видно. Потом, через каждые 25 метров мы поставили дополнительные колья, ну вот так вот нарисую приблизительно, как будто вот так мы сделали. Мы периметр обозначили, здесь 50, допустим, на 75. Периметр обозначили кольями, и поставили еще несколько кольев внутри. И обозначили уровень, который нужно нам сделать ленточками на этих кольях. То есть уже и перед тем, как начинать работу, уже была либо ленточка, либо было написано на столбе, допустим, там минус 0,15, если там надо было резать. Здесь, допустим, там минус 0,25, если необходимо резать. А если висит ленточка, то, соответственно, до этой ленточки нужно досыпать. Это еще вот, пока не сняли плодородный грунт. И так вот сделано все строительное поле. Соответственно, бульдозер начинает ходить, если режем бульдозером. И у них важное требование, чтобы все-таки вот эти колышки были в одной линии, чтобы ходы техники не сбивали эти колья. Они, соответственно, режут, либо досыпают по этим отметкам. Вот сначала убрали плодородку, где-то срезали, где-то просто сняли плодородку, где-то, понятно, будет после плодородки еще убираться какое-то количество грунта. Соответственно, его будут перемещать в ту сторону, где нужно досыпать. И, соответственно, после снятия плодородного слоя, после первичной планировки, когда срезаем бугры, оставшуюся часть, определяемый объем, который необходимо заполнить. И сюда уже довозят машинами, высыпают кузова. Специально рассчитывается, в каком порядке, через какой шаг рассыпать, чтобы меньше возиться с планировкой. Далее планируется, и это будет грубая работа. После этого опять работает специалист, нивелиром проходит, и заново отмечает вот эти вот колья, отметки дает, потому что в процессе работы от вибрации, от движения, они могут где-то там зацепить, надломить, потеряться, могут восстанавливать их. И уже потом уже отсыпается песком, да, и в чистовую все это выводится, по новым отметкам. И, соответственно, после работы опять контролируется каждая из этих точек, ну, и где-то внутри тоже проходит, контролирует, чтобы более ровная площадка была. Если потом что-то остается чуть-чуть, какие-то пятнышки внутри, да, ну, их уже локально там подлечивают, доводят до чистой горизонтали. Завершен еще один этап по строительству питомника. Мы закончили планировку территории. На все про все ушло четверо суток. Сегодня с утра мы эту работу закончили. Далее у нас будет работать каток. Те участки, площадки, где максимально много было насыпано грунта, будут протрамбованы. И потом пойдет грейдер с 3D-нивелиром, который подготовит для нас чистую нулевую горизонталь. Это будет наш строительный ноль. Земляные работы, они питомики, в начале создания питомика представлены в большом объеме. Это мы готовим строительные площадки, выравниваем поля, засыпаем линзы, срезаем бугры, строим дороги и так далее. Сегодня я расскажу, как я готовлю площадку под строительство теплицы. Как я начинаю, продолжаю, и поэтапно сейчас все расскажу. Смотрите. У меня есть какой-то естественный участок, который имеет понижение, имеет бугры. Соответственно, я прежде чем начать работать, я делаю топосъемку. Соответственно, это можно либо заказать в компании, либо сделать самостоятельно. Только самостоятельно получается уже не топосъемка, а просто исполнительная съемка, где мы показываем все минусовые отметки, плюсовые отметки. То есть мы все покажем бугры и низинки. Знаем, какая у нас будет площадь строительства. Определяем ту отметку, тот уровень высоты грунта, который нам хочется получить. На каком основании будем строить. Допустим, это будет вот такой вот. Как правило, он высчитывается таким образом, чтобы мы могли здесь срезать какой-то слой плодородного грунта, его переместить на хранение, либо сразу в поля засыпать, в какие-то ямы, какие-то линзы. И, соответственно, то, что останется, чтобы разровнять, здесь получается, где-то мы подсыпаем, а где-то мы, наоборот, будем срезать. И таким вот образом мы получим нашу площадку. В идеале, если получится срезать и плодородный грунт убрать, и разровнять, и получить ту отметку, которая нам необходима, это будет просто супер. Но в жизни не всегда так получается. Поэтому мы сделали исполнительную съемку, определили объем плодородного грунта, определили объем недостающего количества грунта. Далее идем, что мы снимаем этот почный растительный слой, плодородку, срезали ее, убрали. Далее разровняли по нашим отметкам или близким к ним отметки подобрали, разровняли, то есть горизонталь уже сделали. После этого тромбанули катком, чтобы грунт осел. Далее завозим грунт, ну как правило, я делаю так, я копаю просто пруд, либо какой-то, допустим, там, разрабатываю котлованчик, который в будущем будет выполнять функцию пруда. И оттуда перевожу грунт и насыпаю здесь тот уровень, который мне нужен. Допустим, если мы разровняли и у нас не хватило, то я определяю объем, что мне не хватает, допустим, там 15 сантиметров на площадь, допустим, тысячу квадратных метров. Соответственно, вот этот вот объем, там 150 кубов, я сюда довожу и тоненьким слоем там рассыпаю, да, ровняя там грейзером или бульдозером, что есть под рукой. После этого, снимая опять отметки, если требуется корректировка, корректируем, либо досыпаем, либо срезаем. То есть, работает уже грейзер. После этого трамбую катком опять, чтобы это основание потом в будущем не проседало. Далее опять снимаю отметки нивелиром. Через уже там, допустим, шаг там 20-25 метров я прохожу, все вот эти вот точки намечаю, сбивая колышек и уже делаю чистовую отметку, чистовую работу с грейдером, с 3D-нивелиром, который позволит мне сделать идеально ровное полотно. И площадка практически готова. Сегодня я вам расскажу про ветроуказатели. Для нас, петонниководов, очень важно знать и понимать, откуда и когда дует ветер. За свою петонниководческую деятельность я сделал большое количество разных ветроуказателей. Но сегодня я расскажу про самый простой, эффективный и дешевый способ узнать, откуда дует ветер. Берем шест длиной 2-3 метров, сферами введем отверстие. В это отверстие вставляем пластиковую трубочку, которая будет являться направляющей для ветроуказателя. В эту трубочку, которая уже вставлена в шест, заливаем тормозную жидкость для того, чтобы была минимальная смазка и в то же время не попадала дождевая вода в это отверстие, чтобы зимой там она не замерзла. Далее изготавливаем вот такую вот детальку, с одной стороны изгиб под 90 градусов, с другой стороны ушком, которое привязываем разноцветные ленточки от тортов. Эту детальку вставляем в отверстие и получается вот такая вот конструкция. Еще один важный момент. Сам шест оборачиваем скотчем для того, чтобы ленточка не цеплялась за заусенцы и волокна древесины. И устанавливаем данную конструкцию на высоту примерно 3-3,5 метра. При малейшем дуновении ветра даже если ленточки шевелиться не будут, то стрелка все равно покажет откуда и куда дует ветер. Он очень чувствителен к небольшой скорости ветра и даже в стиль мы понимаем что куда движется воздух. Он разворачивается по направлению движения воздуха. сейчас про косяки буду рассказывать. Любимая тема. Все ждут. Косяков много. Скажу честно, очень много. В первую очередь косяки связаны с организацией. Когда рассчитываешь, что вот я там через неделю начну что-то делать, продлечу кого-то, так вот привлечь кого-то не получается через неделю. Потому что как правило все серьезные специалисты связаны с проектированием, связаны с топосъемкой, с геодезией, с геологией, связаны с арендой механизмов, с арендой какого-то оборудования. Там как правило идет очередь и на специалистов, и на оборудование. И вот эти моменты нужно заранее просчитывать, продумывать, определять сроки, становиться в эту очередь, записываться и ждать, когда тебе эту технику дадут. Грейдер не мог взять просто грейдер. Две недели ждал грейдер, когда освободится. Все заняты, просто все заняты. Вот звонишь, грейдер есть, да, есть. Механизатор на грейдере есть, есть. Но грейдеры заняты. И ты ждешь, пока вот он где-то освободится, а как правило там, где идут стройки, там не могут точных сроков сказать. И грейдер вроде как должен освободиться через неделю, ты думаешь, ладно, подождите 5-6 дней. А в итоге получается, что грейдер не освободился, потому что тот, кто его взял в аренду, решил пробить еще на 3 дня. И ты еще 3 дня ждешь. И здесь вот такой вот момент, одно другое держит, одно за другое цепляется и процесс тормозится. Когда начинаем делать, вот упустил момент, подумал, сейчас вот расчистку сделаем, потом сделаем топосъемку. Надо было делать сразу топосъемку, с первого дня, прям зимой делать, прям давать ему лыжи, пусть он едет по снегу и делает топосъемку, потому что процесс долгий, согласование еще дольше идет. и как правило, обещает обещает за 2-3 недели сделать, а за 2-3 недели не получается. Уходит на топосъемку больше месяца и ты ждешь ее. Геологию то же самое, где собираемся строить, где собираемся копать пруд, необходимо делать геологию заранее, то есть заблаговременно сделать, пусть она лежит, документ на геологию, то есть разыскание, анализ, пусть лежит готовый, в любом случае уже потом можно будет его прикрепить к какому-то проекту и работа пойдет дальше. Вот сейчас тоже уперся в геологию, а на услуги очередь, на работу очередь, ждешь и исполнение от 2-х недель до 3-х недель нужно ждать геологию. Без геологии не берутся делать проект на пруд, не хотят браться, потому что нужна геология. Что мы сделали? Взяли, передали экскаватор, выкопали шур глубиной 5 метров, посмотрели состав грунтов, измерили и по слоям разделили, там 3 слоя получилось. Ну, плодородка, потом идет сухая глина, потом идет песок, а потом глина идет. 4 слоя у нас получилось. Сделали таким вот образом для нас, для того, чтобы подобрать определенные механизмы, уже понятно, что и как делать. Ну, а само заключение анализа уже будем ждать через 3 недели. Соседи. Очень важная тема. Соседями нужно дружить. Мы вот начали работать, у нас был проект, было разрешение, было согласование, а соседи все-таки взяли и написали несколько жалоб. Им, конечно, организации профильные, которые занимались этим вопросом, ответили, ну, корректно там в письме, что все согласовано, все подконтролено, разрешение имеется, но тем не менее было неприятно. поэтому с соседями нужно дружить. Я всегда стараюсь помогать соседям, денег за это не беру, кому трактор дам, кому что-то там подвезти, кому вспахать, кому подрохлить, кому там, ну, мало ли что, там, помочь, там, бывает, там, погрузить что-то, не могут людей, бывает, даже. Стараюсь дружить, и на период, когда только начинаю работать, обычно дарю растения. Маленькие там, бывает, мультипляторы, бывает там в трешках, просто знакомлюсь, дарю растения там, просто так от чистого сердца, чтобы какая-то лояльность была, и после этого люди добреют, как бы, и немножко отношения начинают выстраиваться, по крайней мере, уже не так мешают. Ну, и такая вот рекомендация, как бы, из личного опыта, там, если планируете делать питомник, то желательно приобрести землю, допустим, в конце лета, осенью, там, как-то что-то огородить, а основные работы оставить на следующий год. Для чего? Это для того, чтобы вы могли подготовиться, сделать соответствующие проекты, сделать изыскания, чтобы у вас не было спешки, чтобы вы заранее подготовили людей, технику, оборудование, что-то там, допустим, еще необходимо, сделать какой-то закуп, чтобы вы это сделали заранее, и у вас был на это определенный период времени, хотя бы пару месяцев. Потому что мы начали строить питомник, в прямом смысле слова, с неба на землю в бой. Вы вообще без подготовки приехали с Казани, и условно, с этой точки зрения мы начали делать. И тогда, получается, все приходится делать быстро и в процессе. А когда что-то не получается, оно держит что-то другое. И тогда получается, что сроки становятся резиновыми, а не растягиваются. И вот подготовительные этапы все-таки геология, тапосъемка, анализ территории, проектирование, общего организационно-хозяйственного плана, условно, как строить. Это все нужно делать заранее, и нужно быть к этому заранее готовым. Определить объемы работам по земле, по строительству, там, не знаю, по каким-то еще там задачам. Нужно заранее определить, желательно подобрать исполнителей, кто будет делать, проговорить, просчитать, чтобы понимать, сколько это будет стоить. И просто в нужный момент, просто хоп, деньги на счет переведения, работа пошла. Это лучше сделать в этот подготовительный период. Вот данная вот такая вот ситуация позволит сэкономить много-много личного времени и, самое главное, нервов и здоровья. Ну и самый такой важный косяк, вот на мой взгляд, организационный, то, что я планирую сделать, допустим, за неделю, а в связи с тем, что я это делаю не сам лично своими руками, а участвуют люди, участвуют какие-то организации, какие-то арендованные механизмы, то за неделю это сделать не получается, потому что идет очень долгий согласовательный процесс и есть период ожидания в очереди. И вот это, конечно, очень сильно выбивает из колеи. Должен был уже закончить, а у нас какой-то там единицы техники нету, и мы без нее не можем закончить, а мы ее ждем. Это такой момент сложный и неприятный, потому что время идет, погода стоит хорошая, а мы ничего не делаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!